Рассказывая об устойчивости и неустойчивости, приводит такой рисунок, что если на вершине шара поместить другой шар, то он скатится. Это неустойчивое положение шарика, маленький шарик на большом. Или вот в руках у меня цилиндр, если то же самое положить шар на цилиндр, то он скатится, не удастся это установить. А вот смотрите, теперь я на этот цилиндр положу линейку, и вот вы видите, она покачивается. Значит, малое отклонение мы наблюдаем, но после этих отклонений линейка возвращается в исходное положение. Значит, что же мы демонстрируем? Верхнее положение линейки оказывается устойчивым. Площадь соприкосновения больше. Нет, соприкосновение происходит вдоль отрезка прямой, если это линейка материальная. Но если взять линейку очень-очень тонкую, то соприкосновение будет... Это касательная, это касательная, прямая, а она имеет с окружностью одну общую точку. Это связано с законом рычага? С законом рычага. Так, и как это связано? Верхнее положение линейки оказывается устойчивым. Почему верхнее положение линейки оказывается устойчивым? Решающим здесь оказывается сила трения. Тело скользит по наклонной плоскости. Иногда мы читаем в учебных задачах. Трения нет. Или там трение есть какое-то. Так вот здесь трение есть, потому что это реальная ситуация, в реальной жизни трение всегда есть. И причем трение здесь довольно большое. Линейка не скользит по этому цилиндру, а можно сказать, катится. Но мы понимаем, что все равно сказать, линейка катится по цилиндру или цилиндр катится по линейке. Давайте смотреть. Вот верхняя точка, вот линейка. Вот здесь 5 сантиметров и здесь 5 сантиметров. Что значит, вот линейку наклонили сюда, вот какая-то сила внешнего, ветерок подул. Точка касания на линейке, она не скользит, а линейка начнет наклоняться. И, допустим, касание будет вот в этой точке уже, в другой. Но точка касания с линейки, прежняя точка касания, окажется вот здесь вот. И что же мы с вами видим? Раньше вот это встание равнялось 5 сантиметрам. Это середина в линейке. Здесь тоже 5 сантиметров. Но относительно этой точки опоры, расстояние А, В теперь больше, чем В, С. Здесь мы упоминали рычаг, да? Вот он, рычаг, здесь и работает. Масса левой части больше массы правой. И поэтому возвращающий момент, момент силы тяжести, и все. Значит, здесь решающую роль играет трение. Трение обеспечивает устойчивость. И трение. Что? И рычаг. Ну, а потом, как следствие, рычаг. Но если бы не было здесь трение, то так бы линейка бы серединкой своей скользила бы по этому шару, и, конечно, бы она туда бы и уехала вниз, и свалилась бы. Здесь трение. О. Трение обеспечивает устойчивость. Вообще вот, устойчивость – это важное понятие. В математике даже есть раздел науки, называется так. Математическая теория устойчивости. На Мехмате есть спецкурсы, серьезные книги про это написаны. А возникла эта наука где-то 150 лет назад, когда развивались, активно совершенствовались паровые машины. А паровые машины содержат вращающиеся элементы. Самое главное, что в вращении возникло там паровоз, пароход, какие-то паровые машины на фабриках. Надо было все быстрее и быстрее скорости получать. А есть естественные ограничения, потому что если большие скорости, возможно, машина разрушится. Значит, надо было как-то регулировать автоматически. И вот был изобретен регулятор ватта. Тот самый ватт, который вот у нас киловатт. В честь его назвали регулятор ватта. И сначала этот регулятор ватта хорошо работал. А потом вдруг начались катастрофы. Машина лучше, совершеннее. А регулятор ватта не работает, разлетается, все там отрывается. Начали разбираться. Большая проблема была. Вот тогда и родилась теория устойчивости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова